Битва за ларьки. Хозяева снесенных в Канавинском районе магазинов обвинили власти в беззаконии. Придя утром на работу, предприниматели не обнаружили своих рабочих мест. Там, где раньше стояли их торговые павильоны, остались только развалины. По словам владельцев, ночью по их бизнесу прошлись бульдозерами. Мороженое было, там наши продукты, там свекерцы, марсы, скитерцы лежали. Ничего не осталось. Они ломали, и здесь ночью все... Все документы на магазины. Все, на журнале, вот, кассы, книги, пожалуйста. А я уже половины нету. Беспредел. Вчера закрытый Беларек. Я заведующий. Пришли они. Никого не били. Они закрыли, сломали замок. Вот оттуда. Они сломали дверь. Вот оттуда. Здесь клад был. Они ждали, что ключом открыли, сломали, ворвались внутрь. И судебные приставы здесь были. Они сразу, когда я вот позвонила, сказала, я с этой бумагой, я еду сюда, остановите. И они сразу ушли. А это, рабочие остались. Им дали до конца, до конца ломайте. Есть решение суда о сносе данного помещения, но исполнительное производство по сносу данного помещения, магазина, приостановлено. То есть у нас на руках есть постановление о приостановлении исполнительного производства до 16 апреля. Администрация, в принципе, администрация Канавинского района, администрация Нижнего Новгорода не против для того, чтобы вот этот магазин стоял и здесь был. Единственное, что сейчас ей необходимо было заключить договор о аренде земельного участка. Но до 16 апреля нам обещали, что договор будет готов, и мы его подпишем. Ну, кому-то просто, я так понимаю, необходим этот земельный участок. Я попросила, что в ключе принесут, откроем. Мы ничего не ломали. Врет. Да врет он. Господа, есть руководство. Мы вам привезли бумажку, а вы не знаете, что это не вашего дела. Кто сказал, что судебные приставы приехали, сказали, что творёк, хотя их не было, все открывали. Они оставили, уехали, и здесь были судебные приставы. Кто сказал, приставы не сказали, к нам поступила эта бумажка, они нам её привезли? Нет, потом отзывали, у них начальниче звонили. Никто ничего не привозил, никто не звонил. Он у нас в руках, это отзыв у нас в руках. Да почему он не в Мингосимуществе? Да, да сейчас будете всё отказаться. В вашу сторону, Косово, не посмотреть, не сказать, не отвернуться от вас нельзя. Не на вы. Может, вам кучу и сказать или ещё что-нибудь. Что сказать? По закону надо. Я всё сказала по закону. У нас есть руководство, будьте добры. А вы, знаешь что, документы показывали, ведь так делаете. Не хочется с нами даже разговаривать. Вот, пожалуйста, госконтракт Мингосимущества получил снос этого павильона. Какие к нам могут быть вопросы? Судебные приставы вчера присутствовали. Где наш адрес? Адрес, пожалуйста. А вы так не разговариваете со мной. Почему бегите, спрячете? Выполнение работ, торговый павильон, улица Запрудного. Это даже печать нет. Это бумажка. Хочешь, я такой 10 штук тебе показываю? Пожалуйста, я говорю, в Мингосимуществе, в Малой Миска 78, все вопросы. Это не документ. Давайте мне это, если... Давай я докажу, что это не документ. Все, дай мне. Дай мне, я докажу, что это не документ. Я куплю своему оттам. Я вам ничего не буду отдавать. Вообще, дорогой это... Ты что? Давай сюда. Давай, снимайте. У нас лошади здесь нельзя, они не любят туристские звуки. Да это не документ. Он что себе корчит? Что спрячется, если ты прав? Покажи наше решение. 20 декабря, 13 декабря. Вот, пожалуйста, никаких документов на руках. Да, при этом. Это просто не будет. Да это не документ. Это не документ. Держи это, я прокуратуру отвезем это. Однако, как нам пояснили в Министерстве госимущества, закон здесь нарушили не судебные приставы, а совсем наоборот, владельцы торговых точек. На пределу удовлетворения заявления о приостановлении производства отказать 13 марта 2014 года. Договор с этим землепользователем закончился в 2004 году. У нас на руках решение суда о сносе этого объекта. Было куча обращений от правообладателей к тому, чтобы приостановить, отменить и так далее. Все суды, наверное, к сожалению, для этого правообладателя им были проиграны, поэтому объект снесен в рамках правового поля. Кстати, как нам сообщили, работы по расчистке города от незаконных построек будут продолжаться. Каких-то массовых зачисток не планируется, но практически каждую неделю в Нижнем Новгороде сносятся те или иные незаконные объекты. Продолжение следует...